Здравствуйте, уважаемые коллеги и партнеры компании Amarkets. Давайте с вами сделаем очередной анализ рынков и посмотрим на рынок с точки зрения объемного анализа и с точки зрения price action. Напоминаю, что в прошлую неделю выпуск не выходил, я давал такие более-менее долгосрочные планы, которые, как мы видим, достаточно неплохо исполнились. Давайте же посмотрим, как они все-таки исполнились и сделаем некоторый анализ на ближайшую неделю. Я все еще здесь, я себя немного уменьшил, чтобы не закрывать графики. Если помните, давайте начнем с евро-доллара. Я говорил о том, что здесь находится достаточно мощный крупный покупатель данного инструмента. И, в общем-то, так оно все и произошло. То есть рынок буквально немножечко прошел вниз. После этого резко, достаточно волатильно начал отрастать. Что меня здесь привлекает на текущий момент? Если вы обратите внимание, у нас объемы постоянно увеличиваются на движении наверх. Причем они увеличиваются, можно сказать, в какой-то мере не то чтобы пропорционально, но тем не менее. То есть каждое движение наверх у нас образуется объем. У нас есть откат, потом опять движение наверх. И причем вот этот объем у нас больше, чем предыдущий. Это достаточно хороший знак. Это указывает на некую силу покупателей в моменте времени. И указывает на то, что крупные участники торгов настроены больше все-таки на дальнейшее движение наверх. И они готовы выкупать дальнейшие цены вверх. Более того, если мы обратим внимание, рынок у нас с 10-го числа открылся с небольшим таким гэпом. Кроме всего прочего, помимо того, что рынок открылся с таким положительным гэпом и не закрыл его, на некоторое движение вверх у нас также указывает и повышенная волатильность в эту сторону. Но с одной стороны это как бы плюс, но с другой стороны это минус. Если мы теперь включим с вами понимание уже не ВСА, включим понимание немного прайс-экшена, то мы обратим внимание на примерное следующее. Если вы обратите внимание, каждая последующая волна обыча у нас становится больше. Причем не больше, не по количеству пунктов. По количеству пунктов здесь примерно равное расстояние, за исключением первого, собственно говоря, движения. А именно по волатильности. Когда у нас возрастает волатильность, это всегда хреновый признак, дамы и господа, и всегда это все заканчивается неким флетовым замедлением и последующим разворотом. Давайте немного освежим память, посмотрим на дневку, где мы сейчас находимся. Ну, очевидно, что здесь многие трейдеры вполне вероятно выставили вот подобный канал, который мы сейчас пробили. Но помимо этого канала, здесь мы также видим, обратим внимание примерно следующее, что мы подошли к достаточно мощному уровню. Это уровень 1.10.572. Он достаточно мощный. Здесь можно даже выделить такую достаточно большую плотность, достаточно большую зону. Эта зона достаточно хорошая в рамках того, чтобы там искать продажи. Давайте теперь перейдем на 4 часа, посмотрим, что мы здесь имеем на 4-х часовом графике. Я немного уменьшу график, чтобы посмотреть, что мы здесь имеем. Как мы видим, здесь примерно то же самое. То есть мы подошли к достаточно такой важной ценовой области, и здесь тактика работы примерно одна. Еще раз говорю, что меня здесь привлекает в рамках вот именно дальнейшего движения наверх, это то, что объемы здесь на движение наверх потихонечку увеличиваются, и это очень хорошо. Но при этом объемы на снижение, наоборот, уменьшаются. Как вы видите, сейчас я вам даю такие достаточно противоречивые данные, противоречивую аналитику. И это все, что вам нужно знать, собственно говоря, о рынке. Почему? Потому что сейчас с одной стороны мы видим именно конфликт неких интересов, с другой стороны мы видим, что этот конфликт он еще не реализовался. Все это будет указывать в последующем, на последующей неделе уже будет понятно, что у нас будет в рынке происходить. Но пока подобного не произошло, все-таки я склоняюсь больше к определенному флетовому коридору, примерно такому, как был вот здесь. Если увидите примерно подобный флетовый коридор, это просто прекрасно, это шикарная возможность именно для заработка. Вот такие флеты это то, что кормит трейдер. Я вам говорю серьезно, то есть я могу даже зуб дать, да, по поводу этого. Тактика работы во флете, она всегда одинаковая. Мы продаем от верхней границы, покупаем от нижней границы. Здесь, я думаю, вы меня, не я вас должен научить, а вы меня, наверное, должны учить. Во всяком случае, мои ученики достаточно хорошо работают во флете, но тем не менее. Итак, давайте мы с вами уровни, которые были, они в принципе остаются на рынке, их не имеет смысла даже корректировать, разве только поставить здесь вот уровень такой достаточно промежуточный. Здесь давайте с вами обозначим определенные некие, не то чтобы плотность, а определенные сценарии, которые мы сможем иметь. Я бы все-таки не сторонился к таким долгосрочным покупкам данного инструмента и покупке. И вот именно долгосрочный я бы рассматривал при пробое уровня 1.11.039. Пока подобного не произошло, все-таки ожидаем некого флэтового коридора между уровней 1.10.572, то есть вот эта вот, собственно говоря, зона, до уровня 1.10.201. И ожидаем некого, вот подобного некого флэтового коридора. Очень бы хотелось, чтобы было примерно подобное. Если у вас все-таки чешутся руки для того, чтобы купить данный инструмент, ждите пробоя непосредственно данной зоны, ждите к ней отката, и тогда вы можете купить, но с расчетом до данной области. Данная область, данный уровень, он достаточно мощный, достаточно сильный. И здесь нужно уже будет мониторить в онлайне. Поэтому нужно понимать, вот халява, вот раздача какая-то, да, какие-то вот такие покупки, моменты, на которых можно заработать, эта штука не вечная. То есть вот она есть некоторое время, на ней можно заработать, конечно же, да, но опять-таки она штука не вечная. На мой взгляд, сейчас вот эта халява, она потихонечку подходит к концу, и всем уже понятно и очевидно, что для того, чтобы зарабатывать, нужно покупать. И разумеется, людей начнут потихонечку обламывать. Обламывают обычно через некий флэтовый коридор. Поэтому, если будете здесь покупать, покупайте очень-очень осторожно. Используйте пониженные объемы, несколько раз проверяйте свои сигналы, которые вы здесь используете, но покупайте очень-очень осторожно. Если мы говорим о продажах, продажи у нас все-таки более в приоритете, и продавать я бы вам рекомендовал от уровня 1.10.201, если рынок сделает примерно подобный сценарий. Продаем примерно до уровня 1.09.337, то есть считаем через два вот этих уровня. Почему через два? Потому что сейчас у нас в рынке очень много покупателей, и более того, у нас есть достаточно крупный, мощный инвестор, который скупал данный инструмент. И если он будет исполняться непосредственно по своим позициям, закрывать свои позиции, разумеется, рынок на это очень сильно отреагирует, и он очень сильно упадет до этих областей. Не забываем также, что в сторону шарта еще смотрят на нас вышестоящие графики, и мы видим здесь достаточно четкий канал. Ну, как многие бы поставили данный канал, хотя канал, я все-таки не в восторге от них. Но, тем не менее. В общем и целом, такие три сценария все-таки склоняются к сценарию флэта. Следующая неделя покажет, что мы все-таки будем здесь иметь. Идем дальше. Давайте теперь проанализируем VTI. Как мы видим, на дневных графиках мы находимся в достаточно таком широком коридоре. С района 51.87 до уровня 59.67. Есть достаточно хорошая возможность торговли во флэте. Это если мы говорим о таком позиционном трейдинге, о дневных графиках и так далее. Давайте спустимся на 4 часа и обозначим какие-нибудь уровни, которые здесь видны, можно сказать, невооруженным глазом. Некая середина данного флэта. И перейдем на часовик. Что здесь мы имеем на часовике? На часовике мы имеем некие движения. Я немного уровень этот разукрашу в другую сферу, что бросается невооруженным глазом. Мы обращаем внимание, что снизу буквально резко, сильно, агрессивно рынок толкнули вверх. Обращаем внимание на то, что у нас резко бычьего объема на самом низу здесь резко выросли. Просто вот моментально. Бабацы резко выросли. Исходя из контекста, это указывает на то, что здесь у нас был достаточно сильный покупатель, который агрессивно, резко вверх толкнул цену. И произошло дальнейшее движение наверх. Мы пробили верхнюю границу данного флэта, который был между уровней 53, 52, 51, 87. И откатили к нему, и ушли наверх. Я бы не стал радоваться, потому что, если мы обратим внимание, у нас бычьи объемы потихонечку-потихонечку снижаются. Все это указывает на неинтерес крупных участников торгов двигать рынок наверх. И все-таки я больше склоняюсь к такому достаточно шартовому сигналу. Здесь я бы не рекомендовал вам сейчас покупать, поскольку с одной стороны покупать уже поздно, понимаете. Покупать нужно было вот здесь, вот здесь где-нибудь покупать. И тогда бы, в общем-то, мы бы уже находились в позициях. На данный момент, после открытия рынка, покупать уже не имеет ни малейшего смысла, поскольку мы находимся на максимальных точках. И здесь вы сможете взять движение до 55, 63. Поскольку с уровня 55, 63 вполне вероятно мы достаточно так можем неплохо, собственно говоря, упасть ниже, поскольку здесь у нас есть достаточно хорошее накопление. Здесь есть флетовая консолидация, которая здесь накапливала. Да, у нас были игроки, которые накапливают там позицию. Вполне вероятно, они будут отстаивать свои интересы. То есть не просто так это все будет происходить. Так или иначе, здесь есть несколько таких достаточно интересных сценариев. Я бы не рекомендовал вам, еще раз говорю, сейчас покупать все-таки, если вы собираетесь купить данный инструмент, ждите уже тогда пробоя уровня 55, 63. Ждите, пока рынок немножко хотя бы здесь проторгуется, хотя бы сделает небольшой флет, сделает достаточно коррекционный, хороший такой откат, который будет красивый. То есть все, что будет указывать на то, что рынок закрепился наверху и все, что будет указывать на то, что рынок вниз идти не хочет. Здесь вы можете видеть также появление подобных хвостов, повышенный объем. То есть все, что будет указывать на неинтерес крупных участников торгов двигать рынок вниз. А далее, после этого вы можете предпринять здесь попытку купить до уровня 57, 60. Но это, понятное дело, может у вас занять несколько недель. То есть это уже такой достаточно позиционный трейдинг. Ну, если цель поближе здесь какая есть. Ну, цель поближе, ближайшая такая цель это 56, 75. Она как раз таки сходится с верхней границей данного флета. Можете, в принципе, прикупить и до нее. То есть вот такие две цели на покупку. Если мы говорим о продажах. На данный момент продавать тоже, к сожалению, еще рано. Но если вы увидите небольшое движение вниз, которое будет достаточно уверенно, то есть оно начнется вот такой достаточно хорошей пилой. Либо оно будет мощное, волатильное. Либо вы увидите вспышки по объему. К слову сказать, у нас здесь появляются вспышки. Не вспышки, а некое увеличение медвежьего объема. Что свидетельствует о, наоборот, интересе крупных участников торгов двигать данный инструмент вниз. И, безусловно, если вы увидите подобное движение, достаточно пилообразное, либо резкое волатильное движение вниз, то, безусловно, планируйте свои сделки, планируйте свои продажи до уровня 51,87. Помните, что мы находимся в таком глобальном, глобальном коридоре. Пользуйтесь данной возможностью. Но нужно понимать и отдавать себе отчет, что вот данная граница 55,63 это середина вот такого глобального, очень глобального флета. Поэтому мы всегда стараемся от серединки продать в сторону непосредственно низов. А от низа уже купить в сторону данной серединки, либо еще выше. Давайте теперь перейдем с вами в биткоины и посмотрим, что у нас на битконе. Давайте освежим немножко данные, посмотрим, что у нас на дневных графиках. Мы имели здесь достаточно интересный треугольник, который треугольник все технори трактуют как продолжение, собственно говоря, дальнейшего движения. Но рынок постоянно показывает, что треугольник это нифига не паттерн продолжения. Он всегда зависит от контекста. Здесь примерно то же самое. То есть был у нас треугольник, резко ушли вниз. Сейчас мы находимся в таком достаточно узком коридоре, если смотреть с точки зрения дневных графиков. Но мы начинаем потихонечку движение наверх. Если помните, я говорил о том, что в битконе сейчас находится такой, так скажем, интерес крупных участников торгов выводить всех на стопы, сносить волатильностью в ту и в другую сторону. Вначале одну сторону вынести по стопам, потом другую сторону вынести по стопам. Так вот сейчас, собственно говоря, это и происходит. Давайте я обозначу уровни, ключевые уровни данного инструмента, чтобы можно этот инструмент было хоть как-то торговать. Опять же, вот посмотрите, как эти уровни работают. Я эти уровни, вот конкретно вот эти выставлял, черт знает когда, по-моему, месяца 3 или 4 тому назад. Но они идеально, просто идеально накладываются на данные, на графики. Так, что касается биткоина на часовых графиках. Ну вот на данный момент, на момент записи сегодня ночь с субботы на воскресенье, уже воскресенье. В принципе, достаточно неплохо здесь рисуется покупка, но очень-очень осторожная до уровня 84.50. до этих областей. Но здесь также есть достаточно мощное волатильное падение, которое указывает на достаточно мощного непосредственно продавца данного инструмента. А также здесь рынок находится в таком достаточно ярком, собственно говоря, флетовом коридоре. И очевидно, что рынок и дальше может продолжить торговаться в этом флотовом коридоре между уровнями 50, 78.46 до уровня 84.54 с выносами той и другой стороны. Если помните прошлый обзор, я говорил, что здесь примерно то же самое, что и на евро-долларе. И рынку сейчас свойственно выносить, собственно говоря, стопы и одной другой стороны. Вот здесь и происходит примерно подобное. Раз вынесли стопы, второй раз вынесли стопы, третий раз вынесли стопы, то есть рынок постоянно выносит стопы. Но вот это движение, которое вы видите, оно характерно для так называемого теста, собственно говоря, в данном конкретном случае предложения. И когда крупный участник торгов хочет повезти куда-нибудь рынок, он вначале тестирует количество, можно так сказать, определенных людей, которые там продают. И он пытается, так сказать, понять, хватит ли у него денег для того, чтобы его выкупить. На данный момент мы имеем некоторое снижение. И если рынок и дальше продолжит пилить, и все-таки он начнет двигаться наверх, вот так вот потихонечку, то вполне вероятно, очень мощно, волатильно мы начнем двигаться вверх с пробоем данной вот этой зоны. И уходом еще выше до уровня 87.55 или выше. Давайте мы обозначим точку или выше, где эта точка или выше. Или выше примерно будет находиться где-то в серединке. Натянем сеточку Fibonacci для того, чтобы, ну так сказать, увидеть эту, собственно говоря, серединку. Вот здесь вот серединка уровень 9000. Уровень 9000, я думаю, вполне реально получить, если все-таки это действительно, собственно говоря, тест. И если это действительно будет достаточно мощный волатильный пробой до уровня 9000, я думаю, дойдем легко. Но пока подобного не происходит, торгуем все-таки в неком флетовом канале, вот между данными областями. Используем также уровень 8115. Это у нас серединка данного флетового канала. И мы можем точно так же торговать и от серединки. То есть, ну, торговля во флете, торговля от середины флета, она достаточно классическая. Вот у вас есть три точки в данном, собственно говоря, флете. Здесь покупаем. Если вы хотите, допустим, вы можете покрыть позицию вот здесь. Если вы не хотите, вы можете покрыть позицию вот здесь. Можете, например, покрыть позицию и здесь, и здесь. В зависимости от вашего, можно сказать, настроения. И в зависимости от того, что рынок рисует. Я все-таки сторонник, уж поскольку мы имеем достаточно волатильный рынок, прикрывать часть позиции вот здесь и часть позиции прикрывать вот здесь. С расчетом, что мы рано или поздно его пробьем. Если мы подходим к верхней границе, то здесь примерно точно так же, только в обратную сторону. То есть, серединка служит таким маркером, где нам прикрывать позиции. Но если вы пропустили момент, вы можете от серединки попытаться найти покупки, но очень осторожно. То же самое касается, если вы подошли снизу вверх. Здесь вы найти продажи. Но тоже очень-очень осторожно. Все-таки старайтесь торговать от максимальных и минимальных точках. По завету, собственно говоря, всех трейдеров. Покупать подороже. Точнее, покупать подешевле, продавать подороже. Все очень просто. Если рынок пробьет уровень 78.46, то вполне вероятно дойдем до уровня 76.14. Но я, если честно, вот не вижу, собственно говоря, здесь такого серьезного падения. Все-таки я склонен к движению вверх, к уровню 9000-9360. То есть, вот в этот диапазон и последующий уже разворот. Опять же, сейчас очень много инвесторов, которые увидели подобное движение. Очень много такой какой-то, в какой-то мере даже паники после подобного движения. И, разумеется, этих людей нужно обломать. И рынок их обломает обязательно. Нужно вначале заманить, собственно говоря, лонгов, заманить покупателей на данный инструмент. И в конечном итоге опять развести их на стопы. Заманить их можно только красивым движением к уровню 9000. И здесь уже снова все СМИ будут трубить о том, что биткоин опять что-то там пробивает. И опять у нас будет примерно подобное. Я сейчас, кстати, делаю исследование на тему новостей по биткоину. То есть, влияние, вот какое количество новостей выходит и что у нас потом делает рынок. Это очень интересно. В общем, в целом, не забегая, так сказать, вперед, могу сказать вам только одно. Вот если слышите шумиху о том, что биткоин там пробивает или вообще просто шумиху биткоин там будущее и так далее, крипторынок, ай-яй-яй и так далее, ждите разворота. Это можно вот так вот сказать двумя словами. Просили сделать анализ иены. Ну что ж, давайте сделаем с вами анализ иены. То есть, проблем нет. Давайте посмотрим вначале на дневной график, что здесь мы в принципе вообще имеем. Ну здесь мы отбились от нижней границы, подошли к верхней, собственно говоря, не то чтобы граница, а к верхам. И здесь рисуется один из таких достаточно знаменитых, собственно говоря, паттернов price action. Это когда мы имеем некоторый разворот, движение вниз, а после резкое волатильное движение наверх. Так вот, когда подобное происходит, чаще это свидетельствует, наоборот, о еще очередном развороте. То есть, примерно подобное, кстати, может случиться и на биткоине. Давайте обозначим с вами такие дневные уровни, достаточно мощные. И перейдем на график чуть-чуть пониже. Перейдем на 4 часа. Первым делом, что мы обращаем внимание, на резкий, собственно говоря, всплеск цены, на резкую ее волатильность. Также на некоторое увеличение объемов. Но увеличение объемов достаточно некритичное, можно так сказать. Помимо всего прочего, мы видим такие моменты, как резкие, собственно говоря, скачки цены. Видим здесь шпильки в одну и в другую сторону. Помните, я вам рассказывал про данную шпильку, которую обычно свидетельствует о скором приближении, можно сказать, некого флета, да, вот этот инструмент. Но здесь больше всего меня смущает вот этот вот резкий, собственно говоря, взлет данной цены на фоне того, что мы сделали новый минимум. И это дурной признак на самом деле. Это признак того, что мы все-таки можем откатить вниз. И давайте здесь также обозначим определенные ключевые точки, которые можно, в принципе, использовать на данном инструменте. Я здесь сделал очень ярким цветом. Давайте немного уберу. Не рекомендую вам покупать данный инструмент, пока мы здесь не проторговались, либо не сделали глубокую коррекцию, поскольку данное, еще раз говорю, данное увеличение, собственно говоря, волатильности, это очень плохой признак. Если хотите купить данный инструмент, постарайтесь все-таки здесь увидеть какое-то флетовое накопление. Возможно, глубокую коррекцию в уровень где-то 107-697. Вот здесь уже есть вполне предпосылки для того, чтобы купить данный инструмент с удержанием его до уровня 108-441 или дальше 109-148. Если мы все-таки пробьем данную плотность, я не рекомендовал бы вам покупать данный инструмент. Еще раз говорю, ждите обратного движения к уровню 108-411 флетового движения и только тогда принимайте решение на покупку данного инструмента. В целом, все-таки склоняюсь к дальнейшему движению вниз до уровня 107-697 и также до уровня 106-887. На данный момент мы видим, что у нас достаточно мощный крупный покупатель данного инструмента, но здесь что интересно. Здесь, если вы обратите внимание, у нас есть вот эти две свечи и на них очень большой повышенный медвежий объем. О чем это свидетельствует? О том, что с одной стороны у нас есть хоя, крупный, конечно же, покупатель данного инструмента, но с другой стороны у нас есть очень мощный продавец данного инструмента, который литирует здесь и который вполне вероятно может очень агрессивно двинуть цену вниз. Поэтому, если вы увидите резкое волатильное движение вниз, вполне можно даже продать данный инструмент до вот этих областей. До уровня 107 и до уровня 106, которые я обозначивал ранее. Я также здесь, давайте сделаем, хотя это будет немножко не по правилам, я выделю вот данный уровень и сделаю его достаточно таким, знаете, можно сказать, в какой-то мере промежуточным. Ну, для того, чтобы нам, в принципе, от чего-то, так скажем, отталкиваться в данном инструменте, да. И здесь также выделю определенный промежуточный уровень. Вот если рынок у нас пойдет вниз и сделает откат к данной области, то есть к уровню 108.061, постараемся продать данный инструмент до уровня 107.318 или ниже, еще до уровня 106.887. Покупки, еще раз говорю, через определенное флетовое движение, либо через глубокий коррекционный откат в уровень 107.698, но все-таки склоняюсь к продаже от уровня 108.061. Если мы говорим в целом о Е, не нужно понимать, что мы сейчас находимся на максимальных точках, поэтому я говорю, что покупать здесь достаточно рискованно, поскольку мы сейчас находимся там, где дорого. Вот если рынок пофлотит и так далее, тогда уже эта цена будет более-менее извеченной. Все-таки склоняюсь именно к продаже. А давайте теперь с вами посмотрим фунт. Но фунт достаточно неплохо отскочил от нашего уровня 1.22.037 и пошел еще выше. Резкий волатильный всплеск цены. Понятное дело, что лафа продлится недолго. Также обращаем внимание, что достаточно неплохо он сделал некоторую заминку, опять-таки, у нашего уровня. Давайте посмотрим, что у нас на дневках. Ну, понятное дело, резкое волатильное движение вполне вероятно связано с фундаментальным параметрами. Также мы обращаем внимание, что мы находимся здесь в достаточно мощном уровне, от которого сейчас, собственно говоря, отскочили. Придем на четырехчасовой график. Посмотрим, что у нас тут на четырехчасовом графике. Ну, отбились, собственно говоря, от этой границы. И также видим резкий повышенный объем, резкое увеличение волатильности. Но свечи при этом закрашены, вот эти, по крайней мере, две закрашены наполовину. Можно сказать, что это в какой-то мере напоминает кульминацию. Но кульминация происходит на движении. То есть до этого должно было быть движение наверх. Здесь подобного не происходит. О чем это свидетельствует? О том, что рынок вполне может пойти еще дальше. Но перед тем, как он пойдет дальше, вполне вероятно, ему нужно иметь некоторую коррекцию. Именно по этой причине здесь я бы не рекомендовал вам на следующей неделе, ближайшие несколько дней хотя бы до среды торговать. Поскольку рынку нужно немного устаканиться. Ему нужно пойти и сделать коррекцию. Он должен найти какую-то среднеизвеченную стоимость. И после этого уже, в принципе, рынок можно дальше торговать. Если обычно я даю какие-то рекомендации по тому или иному инструменту, то здесь рекомендации давать я лично не решаюсь. Потому что я ставил перед собой целью непосредственно ваш заработок, понимаете, а не то, чтобы вы сливали. Поскольку риски здесь очень, ну просто, очень бешеные. Бешеная волатильность. Риски повышенные. Это новостные параметры. Рынок еще не устаканился. Поэтому если здесь будете торговать, торгуйте очень, очень осторожно. И лучше вообще, в принципе, здесь не торговать. Но опять же, ждем движения к этой области. И здесь можно, в принципе, предпринять решение для того, чтобы прикупить данный инструмент до уровня 1.26.825. Но еще раз говорю, то, что я говорю касаемо фунта, касаемо вот этого инструмента, это так, можете просто краем уха послушать. Но постарайтесь не принимать решение. Поскольку то, что я говорю, имеет очень небольшую вероятность конкретно в данном случае. Если мы говорим о продажах, то продажи стоит рассматривать от уровня 1.24.930. И когда мы пробьем данную плотность, здесь немножко поводим, тогда, в принципе, можно продавать до уровня 1.22.826. Поскольку здесь внизу засел тоже крупный покупатель данного инструмента. И вполне вероятно, что ниже данного диапазона он не выкупит. Как я понял, что здесь достаточно мощный, собственно говоря, покупатель данного инструмента. Если вы обратите внимание, как он удерживает данную плотность, он все вот эти движения выкупает. Также мы это можем увидеть и на объемах. Когда мы идем вниз, у нас резко вырастают, собственно говоря, объемы. И резко происходит толчок в обратную сторону. Мы видели это постоянно. То же самое происходит и здесь. Опять же, перед, собственно говоря, таким волатильным движением у нас рынок сжался. И это явно свидетельствует о том, что там сидит крупный покупатель данного инструмента. Давайте я даже, собственно говоря, выделю данную плотность каким-нибудь совершенно другим цветом и напишу здесь, что здесь крупный, собственно говоря, покупатель инструмента, чтобы банально не забыть. Именно по этой причине, если вы планируете здесь продавать в долгосрок, будьте осторожны с этим уровнем, поскольку вполне вероятно, что рынок здесь от этого уровня будет постоянно неоднократно отскакивать, пока мы не разберем данного покупателя. Разбирать мы его можем очень долго, на самом деле. Практика показывает. Один раз я видел такой пример, когда одно участника торгов, правда, продавца, раскупали на протяжении трех лет. Ну, вы готовы ждать три года? Ну, не знаю. Если время есть, то почему бы не подождать? Но, тем не менее. Итак, золото. Давайте посмотрим вначале на дневки, что у нас происходит. На дневках мы видим некоторое движение вниз. Рынок немножечко накранился вниз. И это достаточно дурной признак. Давайте также выделим здесь непосредственно области, уровни, которые здесь присутствуют. Ну и как мы видим, мы сейчас находимся на таких минимальных точках. И это не может, так сказать, не радовать. Если мы обратим внимание, на четырехчасовых графиках наверху мы находимся сейчас у нижней границы зоны стоимости, у нижней границы флета. Более того, мы видим, что рынку склонно, собственно говоря, на данном инструменте, конкретно в данном случае, выносить людей по стопам. И также давайте здесь я выделю вот этот уровень. Он является серединой данного флета. То есть, все то, что я говорил про середину до того, как, здесь вы можете, в принципе, точно так же использовать. Обращаем также, что у нас в рынке появляются хвосты. Эти хвосты у нас направлены наверх. И также у нас здесь, помимо хвостов, появляется достаточно мощный крупный объем, который, собственно говоря, показывает нам, что здесь у нас находится достаточно мощный продавец данного инструмента. Пока рынок находится во флете, пользуемся данным моментом и покупаем от нижней границы, продаем от верхней границы. А точнее сказать, здесь бы я не рекомендовал вам продавать от верхней границы. Все-таки постарайтесь продать от уровня 15.91 до уровня 14.86. То есть, торгуйте вот в рамках вот этого диапазона. Но имейте в виду, что рынку сейчас свойственно выносить людей по стопам. Это означает, что нельзя здесь выставлять отложенные ордера. То есть, здесь нужно все-таки постараться торговать непосредственно в онлайне и постараться наблюдать эти моменты. Поставьте на уровне алерты и ждите непосредственно появления алерта. Как только алерт зазвучал, не принимайте никаких решений, ждите дальнейшего движения. Что здесь должны вы увидеть? Перейдите на ниже стоящий график, например, на часовик. И на часовике ждите некоторого замедления. То есть, когда рынок подходит в данную точку, вы должны увидеть примерно вот подобную картину, что рынок сжимается в определенную структуру. И после этого происходит распределение в обратную сторону. Вот здесь вам уже нужно предпринимать решение в сторону дальнейшей собственно говоря покупки. либо продажи, ну, в зависимости от того, куда указывает тот или иной сигнал, да, на каких областях мы сейчас находимся. Как мы видим, мы сейчас также накапливаем позицию наверху, то есть у уровня 15, 15, 91. Все это указывает на то, что в рынке собирается достаточно хорошая позиция на продажу. Также на это указывают и хвосты. То есть, если помните, по иене я вам показывал, что ага, вот здесь у нас, собственно говоря, есть покупатель, то вот здесь я могу сказать, точнее по фунту, а то вот здесь я могу сказать, что здесь у нас есть не покупатель, здесь у нас есть достаточно мощный продавец, который стоит на уровне 15, 15, 91. Вот пока мы его не пробьем, рынок наверх не пойдет. По этой причине нам и стоит торговать в рамках этого диапазона и все-таки готовиться к шортам. А если мы говорим о шортах, ближайшая, собственно говоря, цель, которую здесь можно обозначить для того, чтобы ее, собственно говоря, ждать и для того, чтобы ее взять, это уровень 14, 1 минуту, 14.53. Иными словами, если рынок сейчас волатильно начинает двигаться вниз, постараемся, вплоть до того, что встанем, собственно говоря, по рынку в продажу и постараемся откупить данный инструмент на уровне 14.53.79, то есть постараемся увидеть вот такую картину. Это было бы очень хорошо, ну реально, это было бы очень хорошо. Сделка здесь реально видится на продажу, реально. Но нужно подождать еще буквально несколько дней. То есть в идеале увидеть сужение диапазона и расширение в обратную сторону. Чтобы было проще и понятнее, я вам просто покажу пример, собственно говоря, по Магнитогорску, который произошел. Это, собственно говоря, акция российского рынка. Я сделал здесь своего рода некий сигнал не месяц назад. И вот здесь идеальный пример сжатия. То есть рынок выстреляет наверх, он сжимается в единую точку, в какую-то точку. И после этого происходит распределение в обратную сторону. То есть происходят свечи в обратную сторону. И здесь мы предпринимаем действия на продажу. Ну и забегая вперед, скажу, что по данному инструменту смогли взять около 13% движения. Это очень много для фондового рынка. Вот здесь в идеале бы это увидеть. И это было бы просто здорово. Переходим к SP500. Давайте вначале посмотрим непосредственно на дневки, что у нас здесь происходит. На дневках мы видим, как мы находимся до сих пор, собственно говоря, в этом флетовом коридоре, флетовом канале, если это можно, конечно, так назвать. Но каждый раз у нас рынок поджимает новый, собственно говоря, минимум. Новый минимум у нас становится все выше, 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 формируя так называемый треугольник, который многие, собственно говоря, трейдеры интерпретируют как фигура продолжения. Но это нифига не так. Но, тем не менее, да, тем не менее, мы видим некое поджимание в определенную сторону. Давайте перейдем на четырехчасовой график, посмотрим, что тут у нас происходит. Мы находимся в таком достаточно мощном, собственно говоря, флотовом коридоре. Здесь можно выделить вот этот уровень, как некую середину. И перейдем на часовой график, посмотрим, что теперь здесь у нас происходит. Если мы обратим внимание, в пятницу, собственно говоря, в последний час у нас достаточно мощный, собственно говоря, медвежий объем образовался на такой большой волкильной свече. Но обращать на это внимание не стоит. То есть это характерная штука для пятницы любого рынка, можно сказать. И тогда трейдеры, собственно говоря, закрывают свои позиции для того, чтобы банально не переносить их через ночь. И есть такое понимание, как маржинальное обеспечение. В общем и целом, не убегая вперед, просто трейдеры закрывают свои позиции. Давайте сделаем это так. Выделим здесь вот данную зону. И также, наверное, выделим вот эту зону наверху. То есть вот здесь. Вот сделаем вот так. Это будет более-менее грамотно. Что на данный момент мы видим? Мы видим, как у нас рынок очень сильно резко пошел волатильный наверх. Но с другой стороны мы видим некое расхождение на объемах. Если вы обратите внимание, у нас обычные объемы стали потихонечку снижаться. То есть сейчас они потихонечку, конечно, стали на крайних днях немножко отрастать. Но тем не менее, глобально у нас сбыча объема потихонечку снижается на фоне того, что рынок у нас растет. Это плохой признак. Это всегда свидетельствует о развороте. И здесь, в общем и в целом, общая концепция, она именно такова. То есть рынок у нас задрали наверх. У нас рынок пошел наверх. Заманили у нас, собственно говоря, покупателей данного инструмента. Для того, для чего? Для того, чтобы просто банально их точно так же, как и всех остальных, разводить в дальнейшем на стопы. Что мы здесь можем предпринимать? Какие, собственно говоря, действия для последующей, собственно говоря, торговли? Покупать вот прямо сейчас я бы вам не рекомендовал. Если вы хотите здесь, собственно говоря, покупать, то здесь у нас примерно следующие точки для входа, собственно говоря, в покупку. Покупки у нас могут возникнуть от уровня 29, прошу прощения, 61, здесь можно очень-очень осторожно купить до уровня 29,87, то есть до вот этих областей, то есть примерно вот так. Если говорить о других покупках, то покупать следует также и от этих областей, то есть когда рынок их пробьет и сделает к ним откат. Но здесь нужно иметь в виду, что ближайшая цель 30,19 и выше. Но вот и выше, пока мы этого не достигли. Ближайшая цель 30,19 будем иметь ее в виду и будем, так сказать, приближаться к ней. Если мы говорим о продажах, продавать уже поздно, если мы все-таки не удержим данную область, вот эта область 29,61, она ключевая, в зависимости от того, что будет рынок на ней рисовать, разумеется, здесь можно уже предпринимать какие-то дальнейшие действия. То есть если рынок ее пробьет, то вполне вероятно, что мы уйдем ниже до уровня 29,41 или до уровня вот примерно вот сюда. То есть до минимальных точек, я думаю, что мы не дойдем, поскольку еще раз напоминаю, что рынок каждый раз поджимает, собственно говоря, свой минимум. Ближайшая цель, если мы говорим о продаже, это уровень 29,04. При пробое уровня 29,61. То есть посчитаем здесь через уровень. Я думаю, что вот этот уровень здесь мы пробьем, поскольку у него нет никакого интереса. Если мы обратим внимание, каждый раз, когда рынок находился на данной области, у нас были понижены объемы. Это указывает на то, что данный уровень, он не интересен, собственно говоря, крупным участникам торгов. И в соответствии с этим здесь не будет такой сильной поддержки либо сопротивления данного инструмента. И вполне вероятно, мы этот уровень пробьем и скатимся еще ниже. А вот данный уровень, он имеет поддержку. И каждый раз, если вы обратите внимание, мы здесь видим увеличение объема на данном, на данной, собственно говоря, уровне. Здесь можно даже, знаете, какую-то вот такую зону построить. И когда мы здесь находимся, рынок явно кто-то поддерживает, что также указывает на крупного покупателя данного инструмента. Пока здесь крупный покупатель, конечно, видится. Видится он через вот подобные моменты, через подобные моменты. Но в то же самое время у нас есть и крупный продавец. На данный момент они по-прежнему соревнуются. Если помните, где-то, наверное, выпуска 2 тому назад я говорил о том, что здесь сейчас идет очень мощное столкновение сил, оно как бы продолжается. Но торгуем во флете. Здесь, собственно говоря, на неделю я вам рассказал, что делать. Следите за уровнем 29.61. Пробиваем его, закрепляемся ниже, двигаемся ниже. Не пробиваем его, откатываем к нему. Можем прикупить до ближайших вот таких целей. Также можем прикупить при пробое уровня 29.92. Ну, вот это, собственно говоря, зоны. До уровня 30.19. Я на этом говорю вам до свидания. До следующей недели. Удачных вам торгов. Зарабатывайте. Счастливо. А с вами был Артем Звездин. Смотрите мой канал, потому что тут я все-таки гость, а вот на моем канале я-то там. Ладно, удачи.